Ладно. Поверьте, мы прошли через очень сложный путь здесь, в Корее. Мы в понедельник будем завтра об этом говорить, о своей истории. И строить бизнес в Атоме это намного легче, на самом деле, чем кажется. Атоме сильно отличается от других сетевых тем, что здесь все идет постепенно. Первые шаги очень медленные, и вначале не видно результатов. Но чем дальше, тем проще. В основном в сетевых все идет наплывом. За счет различных подводных камней люди привлекаются. То есть носят какие-то платы, делают какие-то закупы. И за счет этого люди получают хорошие деньги в самом начале. То есть они начинают работать, и сразу идет отдача. В Атоме наоборот. Вначале вы работаете, 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 работаете. И как будто ничего не происходит. Поэтому сейчас вот так настолько важно и выгодно работать именно сейчас, несмотря на то, что вы за это пока не получаете денег. Потому что начальная работа все равно должна быть проделана. Должен все равно заложен хороший фундамент. Вам нужно найти в команду лидеров. Потому что самому строить структуру, я считаю, очень эффективно и практически невозможно. То есть можно, но это очень малоэффективно. Но когда в твоей команде десятки, а то и сотни людей, которые так же горят, как и вы, ваша структура будет расти, как огромный-огромный снежный ком. Когда у меня вырисовывалась такая картина в голове, как все будет строиться, я просто уснуть не мог. И на протяжении уже трех месяцев, начиная с февраля месяца, мне каждую ночь снится работа. У меня все сны связаны как-то с атоми. Ну, это забавно. Здесь в этом журнале можно ввести свой дневник успеха, ставить себе цели. Как появится время, я тоже начну его ввести. С момента нашей регистрации, как раз у нас с января этого года, когда мы начали работать, и ввести какой заработок, где в какой месяц у нас был, каких целей мы добивались. Это можно также все заполнять в личном кабинете, свой жизненный путь. Можете зайти в личный кабинет, поискать, найти. Да, там заполняйтесь, прижимаю. У нас 17, сейчас я ссылочку скину одному человеку. Вопросов у нас много, 35 вопросов. Два последних вопроса будут от меня к вам. Так что, надеюсь, вы дослушаете до конца. Ну, все, мы, наверное, начнем. Участников у нас 19, а я проиграл спор. Я сказал жене, что будет 60, жена сказала, что будет 30. Ну, жена была близка. Итак, сегодня у нас простой эфир, мы отвечаем на вопросы. На протяжении двух дней мы собирали вопросы, собрали достаточное количество вопросов. Очень приятно то, что большинство вопросов интересные. Некоторые вопросы не настолько, но некоторым вопросам стоит уделить внимание. Итак, вопросы, ответы. Сегодняшняя дата 21 апреля. Поехали. Я поделил вопросы на категории. Первая категория – это образовательные центры. Расскажите, какая работа предстоит, если нацелится на открытие образовательного центра? Что нужно будет предусмотреть? Работа предстоит большая. Потому что работа в центре, она будет очень трудоемкой, занимать много времени. Вы должны посвящать, вы должны быть способны посвятить этому, можно сказать, практически все свое время. Потому что будет большое количество заказов. То, что если в вашем городе всего один центр – это ваш, то все заказы с вашего города будут идти в ваш город. То есть это очень хорошо для центров. По работе центра можно разговаривать несколько часов. У нас столько времени нет. Работы предстоит много. И я работаю с людьми, которые выказывают, оказывают, проявляют желание в открытии центра. То есть я спрашивал в чате, кто хочет открыть центры. Несколько человек мне написали в личку. С каждым я работаю персонально, отдельно, инкогнито, можно сказать. Никому не раскрывают, кто хочет открывать центры, чтобы не было этических ситуаций. Так, то есть по этому вопросу я буду еще более подробно работать со всеми в мае. Точнее не со всеми, а вот именно с кандидатами в лидеры. Для чего я вот такую иерархию в чате придумывал? Потому что если человек не сделал ни одну покупку, если у него в структуре слева и справа нет по пять людей, которые тоже сделали покупки, то навряд ли этот человек сможет потянуть центр на открытии. То есть это минимальная квалификация проявления хотя бы какого желания. Потому что людей очень много, тысячи людей, и очень сложно понять, кто на самом деле хочет работать, а кто просто проводит время с интересом. Поэтому мы выявляем кандидатов в лидеры. Далее будем выявлять уже лидеров. И в мае, как я говорил, мы планируем уже работать персонально со всеми кандидатами. То есть проводить отдельное обучение. Расписание мы еще не составляли, но составим. Итак, далее. Так, вопрос от Александра Ким. У нас следующая категория. По центру было всего два вопроса. У кого-нибудь есть вопросы по центру? Пока я буду отвечать на первый вопрос про представительство в других странах, вы можете написать про вопросы о центрах, чтобы мы не теряли время. Представительство в других странах. Первый вопрос. Есть ли во Вьетнаме филиал? Это очень легко посмотреть самому лично. На любом официальном сайте, если вы заходите в регистрацию, отображаются страны, где официальное представительство уже открыто. То есть здесь нет Вьетнама. Соответственно, во Вьетнаме нет представительства. Но, скорее всего, в ближайшем будущем будет. Так. Следующий вопрос. Какие документы должны иметь жители Америки, чтобы зарегистрироваться на американском сайте? И, соответственно, на вьетнамском. Вьетнамского сайта нет. Там много потенциальных партнеров, выходцев из Казахстана. Как быть с ними? Так. Любой человек, проживающий в любой стране, где открыто официальное представительство, может зарегистрироваться как предприниматель в Атоме, если у него есть на это соответствующее разрешение в этой стране. Насколько я знаю, в Америке это социальный номер страхования. То есть если есть этот номер, соответственно, он может зарегистрироваться. Если нет, то нет. В каждой стране человек, наверное, ему лучше виднее. То есть он должен лучше знать, что ему надо. Просто про Америку я немного знаю, вот про другие азиатские страны я не могу сказать. Если, скорее всего, в этой азиатской стране у него есть разрешение на введение законной предпринимательской деятельности, соответственно, у него должен быть какой-то идентификатор, соответственно, такие люди могут зарегистрироваться как жители этой страны. Допустим, я проживаю сейчас в Корее, у меня есть виза F4, я зарегистрирован как кореец, потому что у меня есть права практически, все права, как у любого корейского гражданина, южнокорейского гражданина. Так, следующий вопрос. Я регистрирую подругу, она живет в Америке, она живет в Панамо-Сити-Бич, но у ее города нет списка учебных центров, ближайший Орландо, туда ехать 6 часов. Естественно, она не поедет ввиду дефицита времени. Вопрос, возможно ли доставка в ее город? Это уже будет адресная доставка. Как она будет рассчитываться? Если забирать из образовательного центра, будет ли еще какой-то сбор помимо чека на продукцию? Это хороший вопрос, потому что здесь не помешает всем понимать, как работает доставка в Атоме. В Атоме есть несколько видов доставок, 4 вида доставки. Первый вид доставки – это доставка в центр. Доставка в центр удобна, если вы можете поехать в центр, забрать, если этот центр рядом с вами. Также некоторые центры выдают товар в наличии, если вы заказали товар на этот центр, сделали покупку, это отображается в центре, они выдают, если этот товар есть в наличии, а потом, через некоторое время, ваш заказ приходит в центр. Это удобно. Доставка в центр всегда бесплатна, вне зависимости от того, что вы заказали. Даже если вы заказали одну пачку пакетиков, которые стоят… Сколько стоят пакетики? Меньше доллара, 2 доллара, не помню. Доставку сделают бесплатно. Другой вид доставки – это обычный вид доставки, бесплатный. Если у вас объем заказа вашего превышает какую-то сумму. В каждой стране это какая-то своя сумма. В Америке я не уверен, сколько. Возможно, около 100 долларов. Здесь высчитывается из расходов по логистике. Насколько целесообразно вести до двери клиента товар, осуществлять бесплатную доставку. В Корее доставка работает очень хорошо. Здесь достаточно низкий порог. 50 тысяч вон – это где-то 45 долларов. В России, я не помню, обзвучивали какую-то 5 тысяч рублей или 10 тысяч рублей. Не буду врать, я не помню. Когда вы оформляете заказ на сайте, там об этом пишется. Когда вы выбираете доставку, вы можете выбрать вид доставки. 15 тысяч рублей мне подсказали. Спасибо. Ну, это в принципе разумно, потому что Россия большая. В Корее там самое максимальное расстояние в Корее – это 300 километров по диагонали. Соответственно, склады находятся, скорее всего, где-то в сердце страны. Тут 150 километров – это не такие большие затраты. А в России это тысячи километров. И я слышал не очень хорошие дороги. Другой вид доставки – это консолидированная посылка. То есть ваша посылка консолидируется с другими заказами в ваш город, в ваш адрес, в ваш район. Эта посылка может занять некоторое время. Я заказываю достаточно часто. У меня очень много маленьких заказов, меньше 50 тысяч вон. Платить за каждый заказ доставку я не могу, потому что и так мы много за что платим. Мы выбираем консолидированную доставку для таких заказов. Соответственно, эти заказы идут дольше. Если заказы свыше 50 тысяч вон нам привозят в течение двух дней, иногда в течение трех дней, но обычно два дня, то заказы маленькие привозят в течение 4-5 дней, иногда может быть неделя. Мы делаем часто, поэтому обычно нам где-то 4 дня. Поэтому если вы делаете какой-нибудь маленький заказ, если маленький заказ делают ваши партнеры, то примерно ожидайте, что этот заказ… Вот вы оплатили люди в течение 4-5 дней, он только к нам придет. Раньше мы его отправить никак не сможем. Потом далее мы собираем посылку. В России также есть опция самовывоза. Я не знаю, как она работает. Самовывоз откуда? Никогда этого не делал, не интересовался даже. Для казахстанцев первые три опции все равно недоступны. Кстати, консолидированные посылки могут быть тоже недоступны в других странах. Я не знаю, возможно, это фишка в Корее. Я не знаю, как работают другие страны. То есть каждый участник может самостоятельно эту информацию искать. Человек, который проживает в какой-то стране, у него больше доступа к информации, чем у меня. И я не успеваю смотреть правила во всех странах. В целом система работает так. Если вы забираете товар из образовательного центра, никаких дополнительных плат нет. Вы просто приходите, называете свое имя или ID, или номер заказа показываете, и вам выдают ваш товар. Обычно это в коробочках брендированные коробки Атомис, брендированный скотч, и внутри лежит накладная. Итак, поехали далее. По другим филиалам. Если будут вопросы, пишите в чат. Следующая категория – это вопросы по открытию. Я думаю, что, скорее всего, это будет июль. Посмотрим. Если это будет июнь, хорошо. Наверное. Если это будет июль, то это еще лучше, потому что чуть побольше времени есть приготовиться. Потому что именно после открытия, как мне кажется, будет больше шансов выходить на ранги. Потому что люди будут закупаться и для центров, люди будут прокупаться просто, чтобы уходить на уровни, и будут хорошие обороты. Здесь, кстати, я хочу сделать видео одно по ошибкам. Какие ошибки есть? И одна из ошибок – то, что из некоторых сетевых компаний, люди с опытом сетевых компаний придерживают своих партнеров от покупок. Говорят, сейчас до открытия ничего не покупайте. Это неправильная стратегия. То есть эти люди от чего отталкиваются? То, что если люди сейчас делают покупки, то потом они не будут их делать. В Атоме работает все наоборот. Обычно никто не делает сразу большие покупки. Обычно все прощупывают продукцию, заказывают что-то одно, два, по чуть-чуть. И дальше больше. Если люди начнут только пробовать продукцию после открытия, то их структура будет расти гораздо медленнее, и обороты будут расти медленнее. Это уже проверено много раз на всех странах. Особенно это проявилось в России. В России очень многие структуры запрещали своим партнерам что-то покупать. Потому что принцип дойных коров. Получается, вот мои партнеры, это мои обороты, пусть они копят денежки на открытие. Вот как будет открытие, пусть тратят. Этот подход неправильный. В Атоме он работает очень неэффективно. Об этом я сделаю отдельное видео. Есть несколько ошибок, которые я замечаю, которые систематические, которые совершают люди сейчас на данном этапе. Это, в принципе, понимаемо, почему люди совершают эти ошибки. Потому что сейчас мы находимся на стадии предрегистрации, низкого старта, информации не так много, отталкиваться мало чего. И у многих людей очень такое прозрачное, смутное представление о сути. Итак, когда будет официальное открытие, мой официальный ответ я не знаю. Но я думаю, что это будет июль. По нескольким причинам. Итак, вопрос от Виктора. Я помогал нескольким партнерам проходить регистрацию, но эта регистрация занимает время. Она проходит несколько этапов. Давайте я к вашему вопросу вернусь, когда мы перейдем к разделу о регистрации и постройке структуры. Так, сейчас по открытию далее. Следующий вопрос. Казахстан официально начнет работу 1 июня. Будут ли сохранены и зачтимы результаты работы до ее официального старта? И есть ли возможность уже сейчас получать свою прибыль по маркетингу до старта, так как это более месяца ожидания? Это очень оптимистическая уверенность. То, что представительство откроется 1 июня. Может быть, откроется в июне. То есть 1 июня дату я вообще не слышал ни от кого. Будут ли сохранены зачтимы результаты работы до официального старта? Да. Но будут сохранены именно ваши личные баллы и ваша структура. Обороты в структурах сохранены не будут, потому что система не может это сейчас учитывать, пока вы не являетесь человеком, который может зарабатывать. Вы не можете зарегистрироваться предпринимателем, пока не открыто представительство. Система просто не может подсчитывать эти баллы для вас. Так. Возможно уже сейчас получать свою прибыль по маркетингу? Нет. Пока прибыль получать невозможно. Потому что вся прибыль, она идет на законном основании по законодательству каждой страны. То есть те законы, которые действуют в каждой стране, где открывается атоми, по этим законам атоми и выплачивает всем денежку. Еще хочется добавить, что за месяц работы, я сомневаюсь, что кто-то сможет, за первый месяц работы, что кто-либо сможет получить какие-то деньги приличные. То есть мы за первый месяц работы закрыли один бинарный шаг. Я согласен, это немного, но в среднем у многих людей результаты даже хуже. Потому что один бинарный шаг за первый месяц – это круто. Это значит, что у вас структура уже растет, это значит, что у вас пошли обороты, это значит, что дальше будет больше, круче, легче и быстрее. Закрытие первого бинарного шага – это самый, наверное, такой волнительный момент. Потому что в этот момент вы понимаете, что вы на правильном пути, и что дальше будет гораздо легче. Потому что структура будет уже неизбежно расти. Даже если вы прекратите что-то делать, она будет расти, но медленно. Прекращать, конечно, на этом этапе будет неправильно. Так, хорошо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Так, восьмой вопрос. Когда будут известия, в каких странах, которые открыты для предрегистрации, будут официально открываться? Я не знаю. То есть официальный ответ мой – я не знаю. То есть это будет ясно, когда эта страна покажет результаты. Казахстан показал результаты сразу, через буквально полтора месяца. Уже компания сказала, что мы открываем Казахстан в 2019 году. Почему? Потому что есть результаты. Открытие по законодательной основе в Казахстане очень просто для атоми, потому что у нас законы очень схожи с Россией. Единый таможенный союз. Мы можем работать полностью через представительство в России. Я сомневаюсь, что в Казахстане будут открывать такие же большие склады, как в России, потому что Россия все-таки поболее страна. В Казахстане жителей не так много. Мы, скорее всего, будем относиться все равно к России. Работать через нее у нас будут, скорее всего, да, свои склады, но все равно мы будем относиться к России. То есть головные все сотрудники компании, я думаю, будут сидеть в России. В Казахстане будет представительство, но я думаю, это будет небольшой офис. Я могу ошибаться. Поэтому мой ответ на этот вопрос – я не знаю. То есть как только страны покажут результаты, так атоми объявит, что вот в этой стране будет открытие. Есть такая информация, что атоми рассчитывал сделать открытие в Украине, на Украине, в Украине после открытия в России. Но на Украине очень низкие результаты по регистрации, очень низкая активность. Также достаточно просто открыть в Кыргызстане и в Узбекистане, потому что по географическим соображениям. Но там также очень низкая активность. Пока они не видят в этом цели сообразности. Потому что если атоми заходят в какую-то страну, они заявляют огромный уставной капитал, и они заходят с таким намерением, что уже они за этой страны никогда не уйдут. Потому что если они будут уходить, они потеряют очень большие деньги. Выход на каждую страну – это очень большие вложения. И они входят на всю жизнь. Так, окей, далее. Девятый вопрос. Как быстро появится товар в Казахстане после официального открытия? Или это зависит от владельца образовательного центра? Вот этот вопрос немного непонятен для меня. Официальное открытие. Давайте проясним, что такое официальное открытие. Официальное открытие – это когда запускается интернет-магазин. Потому что атоми первоначально – это именно интернет-магазин. То есть открывается интернет-магазин, и люди могут делать заказы. То есть появляется, получается, товар в Казахстане появится в день официального открытия. Но появится в каком плане? Он будет на складе. Где будет находиться склад? Я пока не могу сказать. То есть мы этот вопрос будем прорабатывать уже в более узком кругу. Потому что это такая более-менее закрытая информация. От владельца образовательного центра. Владельцы образовательного центра могут закупиться до открытия. Меня только недавно посетила мысль, что для владельца образовательного центра это выгодно. Почему? Потому что… Все, холодно? Сейчас, секундочку. Прикрою окошко. То моя ненаглядная мерзнет. Так. Закупаться сейчас в Корее достаточно выгодно, потому что цены в Корее ниже. И многие товары, которые легкие, такие как крема, косметика, они выходят дешевле даже с учетом доставки. Люди закупают их, получают баллы, получают возможность открыть центр. У них есть товар в наличии. И у кого будет больше товара, к тем будут больше приходить люди. Да, это вложение, но я считаю, это вложение, которое себя должно оправдать в любом случае. Это, конечно, зависит от лидера центра, как лидер центра будет работать, потому что там очень много нюансов и тонкостей. Нужно уметь работать в первую очередь. Если человек никогда не работал в таком плане, то, я думаю, ему будет сложно. Но все равно возможно. Главное, чтобы было желание и нужные люди. Итак, почему это выгодно? Потому что, допустим, вы покупаете... Далее. Как только откроется представительство Казахстана, сразу ли будет доступен казахстанский интернет-магазин? Да. Дальше. При открытии рынка в офисе в Алмате все будет в наличии. Это вопрос тоже, я думаю, от недопонимания, что такое офис в Алмате. Все центры открывают партнеры Атоми. Сама компания не открывает ни одного центра. То есть не будет какой-то центр официально от Атоми. У Атоми будет только склад, интернет-магазин. Все офисы открывают партнеры. Если бы компания открывала еще и центры, тогда выплаты были бы партнерам меньше. Так что это хорошо. То, что компания не берет на себя дополнительных расходов. Чем меньше расходов у компании, тем больше денег мы получаем. Много денег – это хорошо. Я вернусь к вопросам. Сейчас раздел закончу. Открытие дальше. Двенадцатый вопрос. Владимир, здравствуйте. Мне жена просит помедленнее, но у нас мало времени. Вопросов еще у нас 23. Поэтому я буду быстрее, наоборот, говорить. Владимир, здравствуйте. Так как сейчас нет представительства Казахстана, то групповые баллы не копятся. А если в моей ветке кто-то уже сделал заказ, то после открытия эти баллы будут отображаться. Групповые баллы не будут отображаться. Будут отображаться только личные баллы. То есть у вас сейчас обороты показываются, вы можете их смотреть, но они не фиксируются. Вот эти обороты, они обнулятся. Когда откроются казахстанские сервера, что будет вообще происходить? Вся структура казахстанская, она пропадет из сети. То есть вот вся вот эта бинарная структура на некоторое время пропадет и потом будет постепенно появляться. Потому что будут перепрописываться в базе данных поля для каждого партнера. И групповые обороты, они будут обнуляться. Но личные баллы сохранятся. И сразу все, кто набрал определенное количество личных баллов, будут получать соответствующий уровень дистрибьюторства. Далее. Выплаты. Так, сейчас к вопросам. Здравствуйте, если живешь в Алматы, а при регистрации вел образовательный центр в Москве, тогда можно зарабатывать? Да, конечно, без разницы. Но нет, тут не без разницы. Сейчас мы выбираем образовательный центр в России, потому что в Казахстане нет представительства. А когда в Казахстане откроются представительства, все будут вынуждены выбрать центр в Казахстане. Допустим, если будет такая картина, что в Казахстане всего один центр откроется, что, конечно, маловероятно, невозможно, абсолютно невероятно, то все участники Казахстана, то есть все казахстанцы будут к этому центру прописаны. Если в вашем городе всего один центр, то, соответственно, вы тоже будете к нему прописаны. Вам указывать другой центр смысла нет. Получается, если будет всего один центр, есть еще кое-какие хитрости, которые тоже я уже среди кандидатов-лидера буду разглашать именно по центру. Окей. Если по открытию есть какие-то вопросы, пишите в чат. Так, Виктор, я ваш вопрос помню. Мы сейчас дойдем до него. По поводу выплат. Выплаты. Для получения вознаграждения в обязательном порядке открывать ИП. Да, обязательно. Далее. Под каким видом налогообложения открывается ИП? Какие коды применяются? Спасибо. Мой честный ответ? Я не знаю. Здесь, я думаю, то, что для компании, мое личное мнение, не особо важно, каким образом вы будете платить налоги. Главное, чтобы вы их платили. Здесь вы сами выбираете. Я так понимаю, то, что самый простой способ – это либо упрощенка, либо подоходный налог. То есть вы там определяете сами. Здесь, кстати, сейчас до 16 вопроса дойдем. В Казахстане до открытия поможем… Так, еще секунду, чат мешает. Поможем получить, если есть ИП. В Казахстане до открытия… Наверное, можем получить, если есть… А, я так понимаю, можем ли мы получать прибыль в Казахстане до открытия, если есть ИП? Нет, не можете. Я это объяснял уже до этого много раз. Пока нет официального открытия, вы не можете зарабатывать. 16 вопрос – это вопрос, который был в общем чате, я на него ответил неправильно. Потому что я тоже знаю не все, но я сразу уточнил. Я написал то, что… Был вопрос. А был вопрос про бонусы, про внутренние бонусы. А как можно эти бонусы тратить? Я ответил то, что в Атоме нет бонусов, в Атоме есть выплаты. И вы получаете деньги на свой расчетный счет напрямую до 6 раз в неделю. Почему до 6 раз? Потому что раз в неделю вы получаете за бинарные шаги. То есть в среднем это 4 раза в месяц. Иногда это будет 5 раз, когда так выпадет. В среднем это 4 раза в неделю. И 2 раза в месяц вы получаете награду за мастерство, если вы его достигаете. Соответственно, здесь я написал, деньги получаете уже с вычтенными налогами. Это ваш заработок. Здесь я собрал. С деньги вы получаете без налогов. То есть вы получаете деньги и с них уже сами платите налоги. Почему я сказал, что деньги получаете чистыми? Потому что так это работает в Корее. Я не знал, как это будет работать в Казахстане. Я уточнил. В России и в Казахстане люди сами платят налог. В Корее этот налог составляет 3,3%, если кому интересно. Соответственно, я думаю, на этот вопрос можно уже не отвечать. То, что налогами вы будете облагаться один раз. Сами за этим будете следить. Следующий вопрос. По достижении какой суммы можно выводить деньги, получать на руки? Деньги вы сами не выводите. Здесь не как во многих сетевых, вы не получаете какие-то цифровые непонятные штуки. Здесь вы получаете реальные деньги до 6 раз в неделю. Получаете от компаний. Хотите вы этого, не хотите, компания вам их перечисляет. Если вы, соответственно, заработали. А получить их на руки вы можете, просто обналичив эти деньги. Итак, как и куда можно выводить деньги от Атоми? Я думаю, этот вопрос относится к предыдущему. На нем не будем заострять внимание. То есть деньги просто компания будет перечислять вам на расчетный счет. Следующий. В какой валюте будут начисляться выплаты? В тинге? В национальной валюте. Как закрываются шаги более 300 тысяч PV? Вы как-то говорили в своем видео, что если на LO Личный оборот более 700 тысяч PV, то можно закрывать большими шагами. Можно закрывать шагами 700 тысяч PV. То есть бинарных шагов в несколько уровней есть. По-моему, 7. 300, 700, полтора миллиона. А нет, 6 получается. 300 тысяч, 700 тысяч, полтора миллиона. И там дальше уже для эксклюзивного дистрибьютора. Получается, специальный агент может закрывать бинарные шаги в 300 тысяч и в 700 тысяч. Бинарные шаги фиксируются в конце рабочего дня. Точнее, нет, в конце физического дня в Корее. То есть это в 0.00 по корейскому времени фиксируется бинарный шаг. Если вы набрали соответствующее количество баллов. Если вы не набрали, то есть если у вас в обеих ветках менее 300 тысяч PV, точнее, если у вас нет в обеих ветках более 300 тысяч PV. То есть в одной у вас там может быть хоть миллиард, но если во второй ветке у вас нету 300 тысяч PV, бинарный шаг не фиксируется. Тогда все эти обороты переносятся на следующий день. И подсчет ведется дальше. Если на этот момент у вас 300 тысяч PV, то фиксируется бинарный шаг минимальный. Если у вас 700 тысяч PV и более в обеих ветках, то, соответственно, фиксируется бинарный шаг второго уровня. Это уже порядка 120 долларов. Вот такая вот информация. Допустим, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе мы закрыли бинарный шаг 1,5 миллиона. Это был наш самый большой пока бинарный шаг. Было радостно. Это было не очень эффективно с точки зрения выплаты, но многие партнеры просили прокупиться как можно быстрее, чтобы срочно. То есть я бы мог эти 1,5 миллиона растянуть на несколько дней, и тогда бы я получил в итоге больше за те же баллы. То есть я мог бы получить 5 выплат, то есть порядка 300 долларов. А за бинарный шаг в 1,5 миллиона ты получаешь 240 долларов приблизительно. Далее. Что значит фиксировать бинарный шаг второго уровня? Об этом я как раз только что и говорил. Если у вас за день, к концу дня в обеих ветках более 700 тысяч, это бинарный шаг второго уровня. Это я так их называю. То есть это не официальная терминология. В официальной терминологии там немного можно запутаться, потому что там идет обсчет не с первого, не со второго, а в обратную сторону. То есть там идет бинарный шаг восьмого уровня, седьмого уровня. И восьмого и седьмого – это одинаковые бинарные шаги, просто для разных уровней дистрибьюторства. То есть я думаю, это немного сложно для понимания, поэтому я просто обозначил сначала. 300 тысяч – это первый уровень, 700 тысяч – второй уровень. Да, человек не может ничего выбрать. Ну, человек может выбрать, если у него есть заказы, и он может пробить их соответствующим днем, чтобы зафиксировать бинарный шаг второго или третьего уровня. Это одна из основных работ, которой я занимаюсь. Это то, чему я буду обучать всех кандидатов-лидеры. Или всех лидеров. Посмотрим. При достижении уровня мастерства и при повторных подтверждениях вознаграждение выдают каждый раз или только один первый раз? Вознаграждение дается каждый раз, а призы и подарки даются один раз. Я думаю, это понятно. То есть каждый раз, когда вы проходите квалификацию уровня мастерства, вы получаете выплату. Выплаты происходят в Корее 22 и 7 числа, потому что фиксируется в конце месяца, получается, плюс 7 дней на следующую неделю выплата вам осуществляется, либо 15 числа, плюс 7 дней 22 числа. То есть каждое седьмое, каждое 22 число вы можете получать свою выплату за мастерство. Так. Так, вопрос от Виктора. Почему выплаты будут за вычетом налогов, ведь налоги П платят самостоятельно? Да, я сказал то, что я здесь соврал, потому что в Корее ИП не нужно. В Корее, получается, если у тебя есть документы, уже как ИП. Потому что вот этот номер, который нам дают для обладателей визы F4 и для всех граждан Кореи, этот номер позволяет уже заниматься предпринимательской деятельностью. И по этому номеру я плачу налоги. Можно ли перекидывать деньги с одного аккаунта на другой внутри компании? Я внутри компании. Вы имеете внутри ИП или внутри Атоми? Внутри Атоми нет никаких денег. Деньги вы получаете на свой расчетный счет ИП. Чтобы можно было получать деньги новичкам, не все сразу готовы открывать ИП. Вы можете обналичивать свои деньги и отдавать своим новичкам. Если вы хотите помочь новичкам таким образом. Но я скажу, что это медвежья услуга. Я бы не рекомендовал так делать. Ну, конечно, это на ваше усмотрение. И я как бы не эксперт. Возможно, вам виднее. Окей. Заказы, доставка, цены. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Я совсем не поняла работу с доставкой в Казахстан. Какая будет оплата и как объяснять людям? Сумму за доставку вижу. Это все понятно. Но вот покупателям как бы легче объяснить вообще. И вообще хочу сама... Ой. Прошу прощения. И вообще хочу сама разобраться. Спасибо за понимание. Просто я впервые в сетевом бизнесе. Итак, доставка в Казахстан. Я так понимаю, это на данный момент до официального открытия. Доставка осуществляется из России и из Кореи. Мы в чат частенько отправляем более-менее подробное описание, как это работает. Из России, если вы заказываете на официальном сайте, вы не можете указать свой казахстанский адрес, потому что сайт российский. Доставка возможна для казахстанцев только в центр. Ваш товар едет в центр бесплатно. На доставку уходит около двух недель, потому что посылка консолидируется. Также в центр отправляется большая посылка. То есть там КАМАЗ, либо ФУРа. Не знаю, как они отправляют. Может быть, поездом. Далее, в этом центре мы в основном работаем с центром Авангард. Есть также центр ААРОН. Насколько я знаю, это два основных центра, которые работают с Казахстаном. Возможно, есть другие. В основном, лично я работаю больше с Авангардом, потому что он просто ближе к Казахстану. И с ним пока не было никаких проблем. Как будет оплата, как объяснять людям? Сумму за доставку вижу, что так. Оплата за доставку из России производится по факту. Доставку осуществляет транспортная компания. То есть не нужно закидывать лидера центра вопросами, потому что он не знает, как компания посчитает. Есть сайт компании, вы там сами можете вбить габариты, вес, цену товара. Там примерно стоимость посмотреть. Но в целом выходит около 1000 рублей. Допустим, недавно отправляли 3 коробки, получилось, вес получился, наверное, килограмм 25. Вышло 9500 тенге, потому что доставку осуществляли до двери. Если доставка до двери, то плюс 400 рублей, то есть плюс 2000 тенге еще обычно платится. Если доставка на склад, то порядка 1000 рублей, плюс-минус 100 рублей обычно. Вот, доставка из Кореи, получается, мы формируем посылки. Также сборной стараемся формировать посылки более 10 килограмм и отправляем через ЕМС. Тарифы ЕМС из Кореи можете посмотреть в интернете. Мы сделали прайсы с учетом этих тарифов. Так, окей, далее. То есть по доставке, по цифрам можно очень долго объяснять. И на слух цифры воспринимать сложно. Нужно, я думаю, вчитываться. Вчитаться, посмотреть на прайсы, посмотреть, как работает ЕМС. Из Кореи в четвертую, получается, регион. Четвертый регион – это страны СНГ из Кореи. Так, доставка. После открытия офиса в Казахстане цены на продукцию будут намного ниже, чем если сейчас заказывать их из России или Кореи. А, вот сейчас я понял этот вопрос. Я его читал до этого несколько раз, я его не мог понять. Я думаю, цена с доставкой в Казахстане, доставка будет бесплатная до центра. Соответственно, за доставку вы ничего не платите. То есть будет выгоднее, чем с российского сайта, я думаю, заказывать. Но с российского сайта доставка не такая дорогая. Тысячу рублей за 20 килограмм, если вы скоперируетесь в 10 человек, это выходит по 600 тенге в среднем на человека, это, я думаю, приемлемо. Скорее, гораздо дороже доставка. Ну, а в Корее ниже цены. И здесь сложно сказать. Получается, для дорогих легких товаров цена в Казахстане будет выше, потому что там будет надбавка к цене. Для легких, вот нет, для дешевых и тяжелых товаров, соответственно, гораздо выгоднее будет в Казахстане, конечно, закупать. И скорее вот ввести порошки и всякие тяжелые вещи, как очиститель воздуха, не рентабельно. Будут ли цены в Казахстане и России одинаковыми? Я думаю, что да. Какая будет система распределения товара? Корея, Россия, Казахстан или во все страны из Кореи непосредственно? По логистике это вопрос не ко мне, то есть это решает главный офис. Товары не просто так вывозятся из Кореи. Во-первых, сначала весь товар сертифицируется, потом поступает соответствующий заказ на завод, который изготавливает этот товар. Я понимаю, что эта структура работает так. То есть это логично. И далее из России будет поставка в Казахстан. Скорее всего так. Так, из чего будет складываться окончательная цена на товар? Из расчетов компании. То есть там идет надбавка НДС. Я понимаю, что вот в России почему цены выше? Это НДС. В России 20 или 21% НДС, там чуть увеличили недавно. В Казахстане НДС поменьше, но, мне кажется, цены заровняют. Но компания поступает так же справедливо, то, что цены выше, баллов больше. За заказы товаров, допустим, за Хим Ахим, в России дают 50 тысяч баллов. В Корее за Хим Ахим дают 42 тысячи баллов. То есть это примерно те же 20% разницы. Доставка до КЗ будет сидеть уже в цене товара, указанной на сайте, а по КЗ уже будем дополнительно платить. Вы имеете в виду, если склад будет в России, после официального открытия, когда вы заказываете товар в Казахстан, доставка будет в центры, будет бесплатной. А дальше вы уже с центра сами забираете. Либо лидер центра может организовать логистику уже по городу сам, либо до соседних городов так же может организовать. Это полностью все на ответственность полная на лидере центра. То есть, допустим, Александр Дементьев, лидер центра «Авангард», он просто отправляет посылки в Казахстан, потому что он так захотел, потому что он так решил. То есть ему никто не говорил, вот, Саша, ты будешь отправлять посылки. Он просто сам решил работать, помогать нам, казахстанцам. Итак, далее. 25. Вы сообщили, что формируется посылка на Алматы. Места осталось мало. Хотелось бы знать цену с доставкой, прежде чем делать заказ. Наши люди считают свои деньги, поймите меня правильно. Я должна назвать им конечную цену на товар сразу. Как будет распределяться цена доставки на всех заказчиков поровну или в зависимости от веса посылки? Здесь последний вопрос. Цена доставки будет распределяться по факту. То есть вы заказали на 2 килограмма, вы за 2 килограмма платите. Вы заказали на 10 килограмм, вы платите за 10 килограмм. И от общего веса посылки формируется стоимость каждого килограмма. То есть так работает EMS. То есть не потому, что нам это неудобно самим, потому что сложно высчитывать. Для этого мы сделали прайсы. В прайсах идет цена уже примерная с учетом доставки. Здесь, кстати, в мае мы хотели бы поговорить со всеми по этому поводу, потому что по тому прайсу, по которому я сейчас работаю, мы работаем в минусах. Чем больше у нас заказов, тем меньше у нас денег. Потому что там я не учел некоторые моменты, которые поначалу, когда мы закрывали два бинарных шага, нам казалось, что пусть. Потому что Казахстан не зарабатывает, пусть мы будем покрывать эти расходы. Но когда заказов стало много, когда вот эти вот 2, 3, 5 долларов, которые мы из своего кармана платим, когда это превратилось в 500 долларов в месяц, то есть это бьет по карману. Соответственно, мы чуть-чуть пересчитаем доставку. Там не на много. Там увеличивается процентов, может быть, на 3, на 2. Но, по крайней мере, у нас не будет уже таких больших минусов. Так, ответ на ваш вопрос. Ну, в Алматинскую посылку, во-первых, вы уже не успеете, потому что я буду отправлять ее уже, скорее всего, завтра. Во-вторых, смотрите прайс. В прайсе цена приблизительная с учетом доставки. Пока в апреле мы считаем по этому прайсу. Когда вы делаете заказ, можете отправить нам заказ свой, и мы посчитаем вам конкретную стоимость по факту. Также такая просьба не перечислять деньги сразу. То есть многие делают как? Вы смотрят по прайсу и сразу перечисляют денежку. Было бы правильнее делать это чуть медленнее. Потому что часто посылка получается легче по весу, и мы опять из своего кармана доплачиваем. По поводу доставки я еще в мае поговорю. Потому что доставка из Кореи в Казахстан будет, я думаю, если не всегда, но в ближайшие несколько лет. Потому что товаров в Корее гораздо больше, и многие товары достаточно выгодно возить. Даже когда они появятся в Казахстане, они будут все равно дешевле даже с учетом того, что доставка бесплатная по Казахстану. Это легкие товары, которые имеют стоимость. Бады, косметика. И доставка из Кореи достаточно быстрая. Последние шесть посылок, которые я отправлял, пришли до двери за три дня. То есть я отправлял в понедельник, посылка приходила... В понедельник вечером я отправлял, получается, во вторник утром она вылетала, и в пятницу вечером она уже дома у партнера. Причем в разные города. Я удивился, потому что первые посылки ходили очень долго. Я надеюсь, что это связано с тем, что мое имя засветилось уже там на таможне. Они уже примерно знают, что мои посылки можно пропускать. Надеюсь, в таком же духе будет и дальше. Посмотрим. Так, 26 вопрос. Почему существует цена до регистрации и после? Если все равно, чтобы приобрести продукт, нужно пройти регистрацию. Если не нарушать принципы компании, конечно. Выходит, можно будет приобретать неограниченное количество товаров со складов и продавать их в рознице? Или это просто маркетинговый ход, чтобы люди регистрировались? А может, таким образом компания дает возможность зарабатывать на разнице тем, кто уже зарегистрирован? Не инвесторов именно цель компании. Я так понимаю, интересно было. Мне интересно, именно цель компании не нашла ответа на этот вопрос. Я скажу так, то, что в Корее цена одна. Купить продукцию может только тот, кто зарегистрирован. Либо купить через чужой ID. В России сделали две цены. Я так понимаю, из менталитета наших советских людей. Если регистрация бесплатная, если я зарегистрируюсь, и товар будет дешевле, то я буду регистрироваться. Потому что цену для незарегистрированных они просто не парились, а округляли. Там где-то тысячу рублей добавили, где-то 20%, где-то 25%, где-то 15%. То есть до какой-то суммы округлили. Красивый. То есть, если 6 тысяч рублей стоит с регистрацией, 7 тысяч рублей без регистрации. То есть там нет какой-то такой конкретной надбавки. Просто красиво добавили цену. Потом, продавать насчет продажи. Насчет продажи – это такой щекотливый вопрос, потому что по регламенту компании продавать ничего нельзя. Но если человек не хочет регистрироваться, то он может покупать через другой ID. Допустим, пришел к вам человек, говорит, я хочу купить вот это, но я не буду регистрироваться по своим личным соображениям. Вы можете его заказ пробить через свой ID, либо через ID партнера. Чтобы добавить оборот в вашу ветку, вы получаете от этого прибыль. И можете сделать на свое усмотрение. Можете сделать это как для незарегистрированного пользователя, либо как для зарегистрированного. То есть это будет ответственность уже ваша, как лидера центра. Если вы не лидер центра, то все равно это ответственность ваша. Я думаю, что это такой этичный вопрос, как сделать правильно. По правилам нельзя продавать, какую-то прибыль самому получать. Правило создан для чего? Чтобы компанию не обманули. Потому что маркетинг-план, он в атоме проверенный на устойчивость. То есть его невозможно обмануть. Для чего нужны вот эти 10 тысяч, для чего нужны вот эти уровни дистрибьюторства. Можно сначала решить, что это для того, чтобы в компании была прибыль. Ну, может быть. Но я вижу это для того, чтобы именно нельзя было обмануть маркетинг-план. Потому что если бы не было вот этого минимального закупа в 10 тысяч баллов, это немного, это 20 долларов. Компания за это не заработает так много. И даже с 10 тысяч баллами человек может выйти на любой заработок, если он делает обороты. Соответственно, это именно сделано для того, чтобы только живые аккаунты, только те аккаунты, которые делали какие-то покупки, получали деньги. То есть все правила, которые в компании есть, это все для того, чтобы обезопасить компанию от мошенников, чтобы компания не пошла в убыток. Потому что если компания пойдет в убыток, то не будет выплат. То есть там просчитана математика. Тот, кто умеет читать, тот, кто знает математику, может посидеть, поковыряться и поймет, как все это работает. Формула не такая сложная. То есть там несколько переменных, там сложить, поделить, все понятно. Так, 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 так. Думаю, все. По этому вопросу все. Далее. Будут ли меняться цены для консультата с повышением уровня дистрибьюторства? Нет. Цена в компании одна официальная. То есть то, что сделали две цены в России, это решение российского офиса. То есть это маркетинговый ход. Так. Нужно ли сразу оплачивать заказы, или можно оплатить в центре при получении? Если есть вторая возможность, какой алгоритм? Если с невостребованным товаром? То есть это будет лидер-центр решать. То есть если он хочет брать на себя риск и пробивать товары для людей, которые не оплачивают, то, ну, пожалуйста. Это его ответственность. А что он делает с невостребованным товаром, тоже он будет сам решать. Но я не думаю, что это очень разумно так делать. Пусть платят сразу. То есть если человек хочет получить заказ, пусть платит. Если вы заказываете через сайт, то по-любому нужно платить сразу. Оплачивайте картой, ваш заказ едет в центр. Если вы не можете оплатить карты, можете прийти в центр, заплатить наличными, и лидер-центр может пробить, если он согласится это делать. Лидер-центр может сказать то, что я не имею права, и не пробивать. То есть каждый лидер-центр решает сам, как ему работать. Я рекомендую правила компании не нарушать, потому что если вас поймают, то будут взыскания. И вот вопрос по регистрации. Наконец-то я могу ответить на вопрос, который был по регистрации. Как можно помочь в регистрации гражданам СНГ на корейском сайте по визе F4? Я помогал нескольким людям регистрироваться. Как проходит регистрация на корейском сайте? И там идет верификация личности, потом нужно будет еще скачать мобильное приложение после регистрации. Вот стандартные анкетные данные, когда вы вводите, нужно будет скачать приложение, зайти под этим аккаунтом и загрузить три файла. Это скан анкеты, заполненной подписанной участником, и скан айдишки корейской с двух сторон. Я обычно фотки отправляю. То есть на все это уходит достаточное время. То есть это нельзя сделать за две минуты, как на российском сайте. То есть уходит в среднем полчаса минимум. Потом верификацию по анкете делают тоже не сразу. На это уходит несколько дней. Чтобы процесс ускорить, нужно звонить. То есть я звоню в офис, говорю, вот, я зарегистрировал человека, вот его ID, вот мой ID, почему так долго верификация, поторопитесь, пожалуйста, бла-бла-бла. Дозвониться до офиса непросто. Иногда на это уходит два часа, три часа, четыре часа. Иногда у меня просто чуть ли не весь день я трачу, чтобы дозвониться и чтобы человек верифицировал. Потому что иногда могут просто заявку забыть. Иногда может быть в заявке что-то неправильно. И они просто ничего не делают, если там цифру не видно, если там блик на фотке. Соответственно, звонить обычно приходится всегда. Соответственно, я не могу столько времени тратить для всех партнеров, помогать всем регистрировать всех корейства с визой F4. Но последний раз, когда мне поступила просьба, я согласился помочь и записать видео. Но человек потом просто мне не написал. То есть следующий человек, который обратится, он должен дать согласие, чтобы я смог записать видео. Там будет видны его срок визы, будет видно имя, будет видно телефон, то есть будут видны все эти данные. Если он согласен, то я запишу это видео. А если нет, то методом тыка, методом пробы и тыка пользуйтесь переводчиками, пользуйтесь Google Translate, потому что тратить на каждую регистрацию с визой F4 по 4-5 часов я не могу. Задач очень много и сейчас на это время уже просто нет. Есть видео по регистрации. То есть по видео, как вы сказали, вроде бы не все понятно. Но я могу записать свое, повторюсь, если человек согласится предоставить свои данные. Данные видео можно, в принципе, затереть, но я не знаю, как это делать. Тоже разбираться в этом пока нет времени. Потом, когда будет время, я могу на таких уже условиях затереть там все данные, чтобы не показывать номер телефона человека, потому что остальные данные, в принципе, не несут никакой такой слововой нагрузки. Адрес там не вбивается, адрес не обязательно вбивать. С адреса можно не мучиться, пусть человек сам вбивает адрес, если хочет самостоятельно оформлять заказы в Корее. Все, что там нужно, это дата рождения, имя, срок действия визы и номер телефона. Это все данные, которые нужны. Окей, по регистрации. При регистрации нового партнера была допущена ошибка в имени. Как ее исправить? Написал он электронный адрес, указан на российском сайте. Ответа так нет. Здесь у меня встречный вопрос, сколько прошло времени? Потому что на рассмотрение таких запросов может уйти до недели, а то и больше. Получается, исправляется ошибка. Вся эта информация есть на официальном сайте. Там, по-моему, часто задаваемые вопросы. В справочных материалах есть форма, где вы описываете, заполняете форму, описываете ситуацию и прикладываете документ человека. Имя исправляют. Я думаю, мое личное мнение, что можно, это не так, в принципе, сейчас супер срочно, это можно будет сделать, когда человек будет регистрироваться уже как ИП. Потому что вдруг человек не будет работать. По-хорошему, да, конечно, если у вас время, то исправьте. Пусть будет сразу правильно, чтобы он не мучился с этим, когда уже как ИП будет перерегистрироваться. Но я так понимаю, что когда вы будете перерегистрироваться как ИП, вам все равно нужно будет отправлять письмо, отправлять документы. Можно в тот момент отправить два письма. Но если есть время, конечно, лучше исправить сейчас. Окей, 31. Сейчас я вижу, что спонсорская ветка сильно отстает от личной. Вот, как раз. Может поставить ветку к спонсору своего человека? Да. Это нужно сделать. Это не можно, это нужно, так сказать, пошустрее, чтобы уравновесить хоть немного. Нужно всегда смотреть, чтобы в ветках был баланс. Потому что, если у вас не будет баланса в ветках, очень сложно будет добиваться каких-то результатов. Примерно количество людей желательно, чтобы было одинаково. Если, допустим, в вашей личной ветке тысячу человек, а спонсоркой сто человек, практически сто процентов то, что ваша личная ветка будет сильно обгонять спонсорскую. И тогда просто большое количество оборотов будет проходить мимо выплат. Это не есть хорошо. И будет гораздо сложнее получать уровни мастерства. Спонсорская ветка, она так называется на, так сказать, внутреннем жаргоне. Вы нигде в официальном маркетинг-плане не услышите про спонсорскую ветку. Потому что это такое понятие, которое создано для понимания. Это понятие, как правильно строить структуру, то, что спонсоры помогают своим партнерам. Я повторюсь еще раз, то, что это не значит, что спонсор обязан вам эту ветку строить. Он может вам вообще никого не строить. Потому что вдруг у него ветка, куда он записал вас, в 20 раз больше, чем его другая ветка. Соответственно, естественно, он будет заниматься другой веткой. Потому что у него проходит в правой ветке там, допустим, 50 миллионов баллов в день, а в левой ветке там 100 тысяч баллов в день. И он не получает денег вообще. Конечно, этот человек будет заниматься только уже своей малой веткой. Поэтому, если вам спонсор помогает, радуйтесь, вам повезло. Если не помогает, берите все в свои руки и работайте сами. Так. Вопросы. От Юляши. Здравствуйте. Вопрос. Если партнер начинает работать, и он не открывает ИП, зарплата будет копиться? И после открытия ИП зачислиться ли РС? А, на РС, на расчетный счет. Окей. В Атоме нужно понимать, все время поправляю, это не зарплата, это заработок. Потому что зарплату вы отрабатываете. Чтобы получить зарплату, вам нужно выполнять какую-то работу. И обычно, хорошо или плохо вы ее выполняете, вы все равно получаете свою зарплату. В Атоме именно заработок. Вы получаете столько, сколько вы наработаете. То есть, ваши усилия оплачиваются соответствующим. до регистрации ИП человек не может ничего получать. Человек может зарегистрироваться предварительно как ИП. Тогда будут начнутся учитываться его обороты, его баллы. И будет у него примерно 6 месяцев, чтобы зарегистрировать ИП. Допустим, человек не уверен, что у него все получится. Он может подать заявку. И тогда, как предварительная регистрация ИП, тогда у него начнутся учитываться его обороты. И когда он увидит, что у него уже достаточно оборотов для выплаты, он может зарегистрироваться в ККП, и тогда будет фиксироваться бинарный шаг. Неважно, какое количество баллов он там соберет, бинарный шаг будет один. Максимальный, доступный этому человеку, исходя из его уровня дистрибьюторства, исходя из оборотов в обеих ветках. Так, дальше. Если зарегистрирован партнер не в кураторскую ногу, можно ли исправить и перенести в другую? Так, об этом я уже сказал. Можно, но не нужно. Адресы ЖВРФ для изменения ошибки фио, ником, а киар? Там ником, никиар, там ру. То есть на российском сайте это ру. Дополнение к второму вопросу. Всего 4 человека. Как быть? Нужно сделать для этого... Ну, это к слову про зарплату. Какие документы нужно по ИП для получения дохода на расчетный счет? Я думаю... Я не знаю, как эти документы открываются. Честно скажу, никогда ИП не открывал в Казахстане. Скорее всего, там будет, ну, не знаю, какой-то регистрационный номер вашего ИП. Будет расчетный счет. Будет... Я даже не знаю, как это правильно называется. То есть в этом я некомпетентен. То есть эти вопросы вы можете узнать сами. Как открыть ИП, позвонить... Как это называется? ЦОН? Я уже забываю. Позвонить в ЦОН или как его переименовали. Вроде бы недавно, не знаю точно. И уточнить эти вопросы. Так, по вопросам в чате вроде все. Итак, далее. Налоговый комитет. Подсказывает жена. А, в чате написано. Окей. Регистрация структура. Как правильно давать инфо новичку? Даем первоначальную инфо. Сайт... Это не я написал. Сайт российский, свой ID и гостевой пароль. А если человеку понравилось, он самостоятельно регистрируется, самостоятельно выбирает ID. Так, сейчас чат уберу. И таким образом попадает совсем в другую структуру. Либо не на то место в системе, если в первой линии уже есть люди. Так, этот вопрос немножко сложный для понимания. Я вот три раза перечитывал перед эфиром. Не совсем его понял. А, вы имеете в виду, как правильно здесь идет именно регистрация. Да, сейчас, теперь понятно. Проще всего регистрировать самому. Потому что если человек будет регистрироваться сам, для него это будет очень сложно. И я думаю, в большинстве случаев он просто не будет этого делать. Потому что когда люди узнают, что им что-то надо делать, обычно они этого не делают, если у них нет представления. Если, конечно, это активный человек, к которому вы сможете донести информацию, то, что прям регистрировался супер выгодно, он загорится, он поедет, сам зарегистрируется. Когда человек чего-то хочет, он этого добивается всегда. Вне зависимости от ресурсов. Главное, чтобы было желание. Но мы обычно рекомендуем всех новичков регистрировать самим. Обычно людей, которые к нам обращаются, мы регистрируем сами. Либо просим наших лидеров помочь нам в этом, если у нас времени не хватает. Далее даем ему первоначальную информацию уже после регистрации. Дальше. Ты громче говори, чтобы тебя было слышно. Я еще делаю так. Зарегистрировала человека, и дальше под него зарегистрировала спонсорскую ветку. Веду. Потом фотографирую вот эту вот его структуру, которая получилась. Говорю, вот, левая ветка, это ваша спонсорская ветка, мы помогаем ее вам вести. А в правую ветку вы записываете уже своего человека. То есть наглядно даю информацию, тогда человек понимает, как вести структуру. Ну, как бы так, начальная такая информация. Так, муж и жена одна сатана, Мика просто вырвала слова у меня изо рта. Обычно после того, как мы человека регистрируем, мы помогаем этому человеку зарегистрировать его первых партнеров. Потому что в первый раз регистрировать кого-то сложно, может быть, и им очень легко сделать ошибки. Мы сами вначале сделали много ошибок. Ну, много, не много, но несколько. И потом эти аккаунты приходилось деактивировать. Поэтому некоторые партнеры у нас, может быть, неправильно последовательно стоят, хотя все говорят, что это правильно. Как бы все к лучшему. Но жена все равно до сих пор переживает. Чтобы наши партнеры не совершали таких ошибок, мы помогаем делать первые несколько регистраций. Потом показываем структуру и объясняем. Когда просто видно структуру, понятно, что паровозиком строить друг за другом. Каждый раз, когда вы регистрируете, указываете просто ID последнего человека, которого вы зарегистрировали. Либо которого кто-то зарегистрировал из этой ветки. Потому что не только вы будете строить вашу спонсорскую ветку, все, кого вы зарегистрировали, точно так же могут помогать. То есть все активные люди будут помогать, если это лидеры. Потому что это в их интересах. А если человеку понравилось, он самостоятельно регистрирует, самостоятельно внедряет ID, таким образом он попадает совсем в другую структуру. Это очень сложно сделать, самостоятельно выбрать ID. Потому что под каждого человека можно зарегистрировать только двух людей. То есть где он возьмет самостоятельно ID человека, у которого свободное место есть. Самостоятельно такого человека найти сложно. Поэтому здесь в основном все по приглашению, по рекомендации. А, вот, теперь я полностью понял вопрос. Да, если, получается, он каким-то образом, как ниндзя, найдет информацию какого-то ID, возможно, кто-то где-то запустит ID и зарегистрируется под этого человека, если у этого человека слева уже есть кто-то, то да, он попадет вправо. Это, конечно, важно, куда ты попадаешь. Вправо, влево, кто у тебя спонсор. Но гораздо важнее, что ты сам будешь делать, какие усилия ты будешь прикладывать. Потому что если вы хотите добиться успеха в атоме, то ваши усилия должны превышать усилия вашего спонсора в разы. Тогда вы добьетесь успеха. Если вы будете только полагаться на спонсора, то что вот спонсор пусть работает с левой веткой, пусть мне помогает, все за меня делает, а я просто только свою буду ветку вести. Вы никогда не добьетесь, как бы никогда не догоните спонсора, я скажу так. Здесь в атоме достаточно реально обогнать спонсора. Я вот наблюдаю за структурой. Многие строят только свою правую ветку, на левую ветку не обращают внимания. И я им объясняю то, что люди, которые находятся в правой ветке этого человека, просто обгонят его по рангу, по статусу, по заработку. Потому что у них баланс в ветках больший. Вот представьте, если в правой ветке у человека 100 миллионов оборот, в левой ветке 100 тысяч, человек ничего не получает, ноль выплат. А у другого человека, который под ним, то есть вот в этой структуре 100 миллионов проходит. Получается, у другого человека в левой, в правой по 50 миллионов проходит. Этот человек будет получать большие деньги. Соответственно, баланс очень важен. Здесь не настолько важно, здесь, конечно, важно, насколько быстро ты пришел, сколько людей успел пригласить, кто у тебя над тобой, кто у тебя под тобой. Но гораздо важнее, что ты сам делаешь. Свои усилия оправдываются здесь справедливо. Нам это очень нравится. Окей. Так. Окей. Я как не сетевик, мне это понятие незнакомо. Здесь подсказали, да, то, что личник в атоме неприменим, так как нет понимания первой линии. Это из старых планов. Если еще есть вопросы, у нас есть чат здесь, в конференции. Это еще не все, я не закончил. А, как зайти в чат? Снизу есть меню, нажимаем частники. Там есть три точки внизу, там, да, если тыкните на телефон, появится меню, и там есть троеточие, по-моему, на телефоне. Да. И там можно выбрать чат. Нажимать участники, потом выбрать чат внизу. И написать сообщение. Так, у меня есть два вопроса от себя. Мне интересно, вот из людей, кто подсоединился, такая, проведем небольшую обратную связь. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Мне просто интересно, я все время повторяю многие вещи, как попугай, насколько это понятно. То есть, если это будет непонятно, возможно, я буду задумываться, как менять наши материалы, чтобы это было еще понятнее. Многие жалуются, что я своих видео объясняю все очень медленно, но это делается именно для новичков. Человек, который пришел в первый раз, человек, который не имеет опыта, чтобы ему было максимально понятно. То есть, у нас такая цель, чтобы было понятно всем. Итак, первый вопрос. Что нужно делать сейчас? Этот вопрос задают очень часто, очень часто мы на него отвечаем. Практически каждый эфир в Инстаграме нам задают этот вопрос. Сейчас казахстанцам что надо делать, пока не открылось официальное представительство? Свои ответы пишите здесь, в чат. Да, можете в чат написать ответы, мне просто интересна обратная связь. Часто мне в личку задают вопросы. Так, все, Володя, зарегистрировался или зарегистрировалась. Что мне делать? Какие от меня нужны действия? Сейчас нужно обучаться, строить структуру, изучать и строить... А, разбил. И еще раз обучаться. Параллельное действие. Разбираться в информации, изучать и строить структуру. То есть, обучаться, это значит смотреть все видео, которые мы загружаем постоянно. Ну, обучаться, это просто значит обучаться. То есть, наши видео необязательны для просмотра для всех, потому что, ну, многим они, возможно, не нужны. Многие могут, может быть, сразу посмотреть на официальную информацию, на официальном сайте, и все понятно. Пока таких людей мы не встречали, но я думаю, такие люди могут быть. Обучаться — это очень правильный ответ, потому что знание — сила. За вами будут идти люди гораздо проще и увереннее, если вы будете знать ответы на вопросы. Да, потому что люди, девички, задают очень такие каверные порой вопросы, и вы будете смотреться очень профессионально, если будете знать на них ответы. Если не знаете, то в этом ничего страшного. Вы можете перенаправлять эти вопросы своим спонсорам. Получается, когда вы обучаетесь, вы помогаете всем своим партнерам. Поэтому у нас процесс обучения тоже не прекращается. То есть то, что касается ЭП в Казахстане, я тоже разберусь в этом вопросе. Никогда с этим опыта не имел, но разберусь, как только не закрою текущие задачи. Когда мы полностью нашу школу закончим, мы хотим... Там много еще видео, которые обязательно надо сделать. Сейчас как раз каталогом мы закончили, и со следующей недели возьмемся за видео. Очень надеюсь, до конца апреля все закончить. Строить структуру. Строить структуру, да. Не просто строить структуру. Строить структуру — это хорошо, но стараться еще находить именно людей, которые увидят в этом возможность, которые смогут понять, почему именно АТОМИ работает. Я тоже сделаю видео, свое видение, почему я прям загорелся этим, почему первые несколько ночей я не мог спать, почему мне до сих пор на протяжении уже трех месяцев снится все время АТОМИ, снится работа. Потому что есть в голове четкое видение. Я представляю, как это будет выглядеть уже через несколько лет. И просто такой эксайтмент от всего этого. По-русски это возбуждение звучит не очень прилично. Ну, такое вдохновение. Увеличить структуру, копить личный PV, а обучение — это просто естественно. Без обучения ни в каком бизнесе не добьешься успеха. Да, абсолютно правильно. Обобщив, можно сказать то, что нужно пахать. Просто если вы хотите добиться результата, то надо вкладывать в это силы, свои усилия. Обучаться, копить личный PV. Это очень важно тоже. Потому что гораздо сейчас выгоднее вам именно сейчас постепенно копить PV. Чтобы когда вы выйдете на уже заработок, вы все свои покупки уже будете оформлять не через себя. Это тоже нужно понимать. А то в России многие люди на свой личный кабинет до трех, до четырех миллионов накопили. Зачем? А многие наоборот, точнее они тоже накопили, копят до сих пор. В этом нет смысла. Свои личные PV выше определенного параметра, допустим, выше полутора миллионов, я вообще не вижу смысла накапливать. Потому что лучше эти баллы, когда уже представительство откроется, закидывать своим партнерам. Помогать им наращивать свои личные PV. И эти баллы будут учитываться в ваших оборотах. Вы за это деньги будете получать. Это будут ваши групповые обороты. А сейчас, пока групповых оборотов нет, сейчас самое время копить именно личный PV, чтобы потом на это не отвлекаться. И закуп продукции очень важен. Это не обязательный пункт, но кто хочет добиться успеха, должны попробовать продукцию. Потому что гораздо проще, увереннее работать, если вы знаете продукцию. Потому что что-то кому-то рекомендовать, при этом и не быть уверенным в качестве, только на словах. Я так не могу. Может быть, кто-то может, но большинство людей, я думаю, так не могут. Потому что это нужно быть очень хорошим лжецом. Либо очень простым человеком и верить всему на слово. Я всем говорю, не верьте на слово. То есть даже мы, находясь в Корее, получаем очень много информации, мы тоже можем ошибаться. Тоже получаете от нас информацию, не грех будет перепроверить ее. Потому что где-то мы можем ошибиться. Вот, допустим, про налоговое обложение в Казахстане я сказал неправильно. Потому что я не знал, как в Казахстане это работает точно. Я узнал, как это работает в России, и мне дали точную информацию, что в Казахстане будет работать так же. Я просто отталкивался от информации в Корее. Мы стараемся, конечно, всю информацию перепроверять, прежде чем давать какие-то ответы. Просто иногда бывает такой поток, вопрос в чат появляется, если у меня есть минутка, я стараюсь быстро ответить. То есть у меня нет времени, как это перепроверить, чтобы человек получил ответ. Потому что если у меня есть возможность, я всегда в чате отвечаю. Ну, это был тоже для меня урок. Давать неправильные ответы как бы неприятно. Буду в будущем более осторожным. И давать уже, стараться давать всегда проверенную информацию. Но я думаю, это не такая критическая была ошибка с моей стороны. Думаю, от этого никто не пострадал. Ваши видео крайне важны. Вы даете возможность более детально изучить этот бизнес и правильно объяснять людям. Да, для чего мы это делаем? Чтобы была система. Когда приходит новый человек, чтобы он заходит на наш канал, и будет плейлист. Просто плейлист по порядку, все уроки. Он может самостоятельно посидеть, за один день все послушать. Если он может за один день все это переварить, у него будет уже полная примерно картина. Как все это работает, почему это работает, как учитываются деньги. И эти видео в будущем мы будем улучшать. То есть пока они сделаны на скорую руку. То есть они очень схематичные. Там нет никаких наворотов. Я старался делать, чтобы они были максимально понятными, чтобы ничего не отвлекало. В будущем мы будем давать уже более, может быть, в интересном формате. Может быть, я где-то буду перезаписывать, чтобы не было слов-паразитов, всяких моих заиканий и прочего. Потому что они далеко от идеала. Мне спасибо за ответы. Активность очень понравилась. То, что представление у людей есть четкое, это очень приятно. Приятно, на самом деле, работать с такой командой. И последний вопрос. Что нужно, чтобы добиться успеха? Этот вопрос похож на следующий, на предыдущий. Но вот по вашему мнению, что нужно, чтобы добиться успеха? Что нужно, чтобы стать империал-мастером? Наверное, для сетевиков этот вопрос покажется, может быть, глупым. Потому что это очевидно. Но, я думаю, многие люди не понимают. Минимальное требование, чтобы рано или поздно стать империал-мастером. Конечно, нужно пахать, нужно обучаться, нужно делать все ответы на предыдущий вопрос. Но, что нужно? Потому что, если вы будете обучаться, работать, привлекать людей, но если эти люди не будут работать? Любить продукцию, разобраться в информации, искать лидеров. Отличный ответ. Просто, прям, все точку. Пахать, помогать своим людям расти. Это тоже классный ответ. Помогать. Да, нужно действовать. Отлично. Очень приятно получать такие точные ответы и так оперативно. Здесь нужно именно помогать. Я считаю, что это... Мне вот этот концепт в Атоме очень нравится. Потому что, если ваши партнеры добиваются успеха, то добиваетесь успеха и вы. Искать лидеров – это очень важно. Потому что одному работать сложно. Нужно найти людей, которые так же, как и вы, а то и больше вас зажгутся этой идеей. И тогда просто все очень быстро будет развиваться. Скорее, все удивляются, когда узнают, что мы за два месяца достигли уровня мастера продаж. Потому что здесь большинству людей нужно на это год. Кто-то два года выходит на уровень селс-мастера. Как мы так быстро вышли? У меня многие спрашивают. Мы с женой зажглись. Мы с женой зажглись. И вдвоем все свои усилия прилагаем к этому. И мы как бы всем сердцем хотим помочь всем нашим партнерам также выходить на заработки, выходить на ранги. Я думаю, это как-то передается. А многие люди говорят, что чувствуется какая-то искренность от нас. Ну, это не поддельно. Также я думаю, что нам повезло. Нам повезло встретить нужных людей. Пакхангиль сказал, если вы будете искать нужного для вас человека, вы рано или поздно найдете того человека, который сам искал вас. Когда до меня дошло, как в атоме все работает, и когда я понял все перспективы, я тогда очень удивился, потому что тогда я понял то, что очень давно искал именно вот такую возможность. Очень давно искал инструмент, который позволит не только стать финансово независимым, но и обеспечит и всю мою семью, и оставит что-то после меня. И также я могу помочь. Помочь всем, кто поверит как бы в общее дело. И все усилия, которые я прилагаю, мне очень приятно понимать, что каждый человек, которого я регистрирую, каждый человек, которого я обучаю, помогает всем людям, которых я зарегистрировал до этого, и всем людям, которых зарегистрировали другие люди. То есть вот эта вся структура бинарная, все, как это работает, мне очень нравятся все концепты в атоме. Поначалу мне некоторые концепты не нравились, потому что я их недопонимал. Насчет выплаты, насчет коэффициента, мне не нравилось, что этот коэффициент неизвестный. Ну, там на самом деле все очень понятно, потому что невозможно этот коэффициент вывести, этот коэффициент зависит от оборотов. Почему этот коэффициент падает, почему он упал? Потому что просто больше людей стали получать деньги. Когда меньше людей получали денег, прибыль была больше, потому что вся прибыль делится между количеством людей. То есть в процентном соотношении, допустим, если раньше был миллион человек, но работали там только тысячи человек, деньги распределялись только между ними. Но за последние несколько, ну, соответственно, больше денег получали. За последние несколько лет существует равновесие, потому что примерно одинаковый процент людей работает, одинаковый процент людей получает деньги. То есть там взаимосвязь идет. Почему этот коэффициент никогда не скатится на ноль? Потому что здесь уже более-менее равновесие. Если он будет изменяться, то в меньшую-большую сторону там плюс-минус 10%. Я не думаю, что будут какие-то отклонения. Вот для этого, кстати, и нужны все вот эти вот уровни, чтобы именно вот коэффициент держался, например, на одном уровне. Здесь все математически просчитано. Мне еще нравится вот этот концепт. То, что модель, вот этот маркетинг-модель в Атоме, она просто обречена на успех. Потому что там посчитано таким образом, что компания всегда будет в прибыли. И чем больше прибыли у компании, тем больше прибыли у партнеров. Это классно. Так, отлично. Всем спасибо за ответы. Всем спасибо за ваши вопросы. Надеюсь, было информативно. Прошу прощения, если я говорил слишком быстро и было меня сложно понимать. Но вопросов много, времени мало. А нужно еще работать. Практически сразу. В Штатах уже тоже около 10 лет Атоме. Я не могу точно сказать. Если честно, я не интересовался. То есть меня сейчас не волнует, сколько империалов. Меня сейчас волнует успех моей команды. У меня многие спрашивают, почему я работаю на Казахстан, почему я не работаю на Россию. Потому что если буду работать на Россию, я смогу стать бриллиантом уже сейчас, смогу стать шаронской розой. Меня пока это не волнует. Меня именно волнует наша команда в Казахстане. Чтобы вся команда была как можно более подготовлена к открытию. Когда уже все будут обучены, когда уже все будут добиваться рангов, когда вся машина уже будет работать без особого нашего участия, тогда мы уже задумаемся расширяться уже и в мир. Очень радуют, кстати, партнеры, которые уже сейчас думают не только о своей стране, но регистрируют и граждан Индии, и американцев. Мы наблюдаем, когда приятно видеть такую активность. Мы пока, к сожалению, не можем на это время уделять. Ну, в будущем. Все, всем пока. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.